Евангелие от Марка, 9 глава И сказал им, Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Анна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделали с блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем, и беседовали с Иисусом. Присем Петр сказал Иисусу, Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи. Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака и шел глаз глаголющий, «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте!» И внезапно посмотрев вокруг, никого более с собой и не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели. «Да коли сын человеческий не воскреснет из мертвых». И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили его, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде. Он сказал ему в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. И сыну человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил книжников, о чем спорите с ними. Один из народов сказал в ответ, «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, он испускает пену, искрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал, «О, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его, «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал, «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. «Но если что, можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами, «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув, и сильно сотрясший его, вышел. И он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине, «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им, «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Выйдя оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто знал. Ибо учил своих учеников и говорил им, что сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не разумелись их слов, а спросить его боялись. Пришел Капернаум, и когда был в доме, спросил их, «О чем дорогою вы рассуждали между собою?» Они молчали, «Потому что дорогою рассуждали между собой кто больше?» И Сев призвал двенадцать и сказал им, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставив его посреди них и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня». Пресемьян сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас, и кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечного войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть в вержну в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в царствие Божие, нежели с двумя глазами быть в вержну, в гиенну огненную, где червь их не умирает, и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Евангелие от Марка, 10 глава. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские, за Иорданской стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его, позволительно ли разводиться мужу с женою. Он сказал ему в ответ, что заповедал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал ему в ответ, По жестокосердию вашему написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сосчитал, того человек да не разлучает. В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им, Кто разведется с женой своей и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев это, Иисус вознегодовал и сказал им, Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать. Он же сказал ему в ответ, Учитель, все это я сохранил от юности моей. Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мной, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Ученики ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись? Иисус воздрев на них говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев или сестер или отца или мать или жену или детей или земли ради меня и Евангелия и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов и братьев и сестер и отцов и матерей и детей и земель, а в веки грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними и последние первыми. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав двенадцать, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали ему, «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и крестить сокрещением, которым я крещусь?» Они отвечали, «Можем». Иисус же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, десять начали негодовать на Якова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Приходит в Иерихон. И когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартиймей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, «Не бойся! Вставай! Зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Иисус сказал ему, «Иди, вера твоя спасла тебя!» И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Евангелие от Марка, 11 глава. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Илеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечаете, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице и отвязали его. И некоторые стоявших там говорили им, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали, «Ассанна, благословен грядущий во имя Господне!» Благословен грядущий во имя Господа на вышних! И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоку. И сказал ей Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. Из столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул. И не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, рови, посмотри, смоковница, которой ты проклял, засохла. Иисус, отвечая, говорит им, имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш небесный не простит вам согрешения ваших. Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему, какой властью ты это делаешь, и кто тебе дал власть делать это? Иисус сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоанна с небес было или от человеков? Отвечайте мне. Они рассуждали между собою, если скажем с небес, то он скажет, почему же вы не поверили ему, а сказать от человеков, боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк, и сказали в ответ Иисусу, не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ, и я не скажу вам, какую властью это делаю. От Марка 12 И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу, принять от виноградаря плодов из виноградника. Они же, схватив его, били, и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестьем. И опять он его послал, и того убили. И многих других то убивали, то били. И меже еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградаре и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали всего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народы, ибо поняли, что о них сказал притчу. И оставив его, отошли. И посылает к нему некоторых из парисеев и иррадиан, чтобы уловить его в слове. Они же придя говорят ему, учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать? Но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. Они принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись? Они сказали ему, кесарево. Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу и дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения и спросили его, говоря, учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий брали ее за себя семеры и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из них будет она женою? Ибо семеры имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная описания и силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда они будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А мертвых, что они воскреснут, разве не читали в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему, я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. И так вы весьма заблуждаетесь. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше из их заповедей нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного кроме его, и любить его всем сердцем, и всем умом, и сею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертву. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от царствия Божия. После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить форами, Иисус говорил, как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесну и меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. И так сам Давид называет его Господом, как же он сын ему. И множество народа слушало его с услождием. И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии поедающие домы вдов и напоказ долгомолящиеся примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Марка 13 глава. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его, учитель, посмотри, какие камни и какие здания. Иисус сказал ему в ответ, видишь сие великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. И когда он сидел на горе Леонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков, и Иоанн и Андрей, скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться, отвечая им, Иисус начал говорить, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предать же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, считающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом, и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не горе беременным и питающим состами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. Если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда если кто вам скажет «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамение чудеса, чтобы прерстить, если возможно, избранных. Вы же берегитесь, вот Я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят сына человеческого, грядущего на облаках, с силой многою и славою. И тогда он пошлет ангелов своих, и соберет избранных своих от четырех ветров, от края земли до края неба. А смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие, и пускает листья, то знаете, что близко лето. Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знаете, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не приедет род сей, как все это будет. Небо и земля приедут, но слова мои не приедут. О дне же том или счастье никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером, или в полночь, или в пене петухов, или по утру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. От Марка, 14 глава. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифане в доме Симона Прокаженного и возлежал, пришла женщина с салавастровым сосудом мира из нарда чистого драгоценного и разбив сосуд возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собой, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собой, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедана Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот один из двенадцати к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресников, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников своих и говорит им, пойдите в город. И встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того. Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью, и когда они возбежали и ели, Иисус сказал, истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня. Они опечалились и стали говорить ему один за другим «Не я ли?» и другой «Не я ли?» Он же сказал им в ответ «Один из двенадцати, обмакивающий со мною блюдо». Впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым сын человеческий предается, лучше было бы тому человеку не родиться. И когда они ели, Иисус взял хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал «Приимите, едите, сие есть тело мое». И взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. И сказал им «Сия есть кровь моя нового завета за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в царстве Божием». И воспев пошли на гору Илеонскую. И говорит им Иисус «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано «Поражу пастыря, и рассеются овцы». По воскресенье же моем я предварю вас в Галилею». Петр сказал ему «Если все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь прежде, нежели дважды пропоет петух, трижды отрещешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобой, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собой Петра и Акова и Анна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И отойдя немного пал на землю и молился, чтобы если возможно миновал его час сей. И говорил «Авва отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» Возвращается и находит их спящими и говорит Петру Симон «Ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, дух бодр, плоть же немощна». И опять отойдя молился, сказав то же слово. И возвратившись опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. Приходит в третий раз и говорит им «Вы все еще спите и почиваете?» Кончено. Пришел час. «Вот предается сын человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем». «Вот приблизился предающий меня». И тот сейчас, как он еще говорил, приходит Иуда один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И придя, тот сейчас подошел к нему и говорит «Рави, рави» и поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся Писание. Тогда оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногам у тела, в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его. Но он оставил покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова. И сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти. И не находили. И во многих лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили, «Мы слышали, как он говорил, я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой нерукотворенный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса, «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос Иисус сказал, «Я!» И вы узрите сына человеческого сидящего десну из силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?» А они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и закрывая ему лицо ударять его и говорить ему полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и увидев Петра греющегося и, всмотревшись в него, сказала, «И ты был со Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав, «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его, опять начала говорить стоявшим тут, «Этот из них!» Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру, «Точно ты из них, ибо ты галилеянин и наречие твои сходно». Он же начал клясться и божиться, не знаю человека сего, о котором говорите. Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня!» И начал плакать. От Марка 15 глава. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание. И связав Иисуса отвели и предали Пилату. Пилат спросил его, «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ, «Ты говоришь и правосвященники обвиняли его во многом?» Пилат же опять спросил его, «Ты ничего не отвечаешь?» Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал. Так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ, «Хотите ли, отпущу вам царя Иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат отвечая опять сказал им, «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали, «Распни его!» Пилат сказал им, «Какое же зло сделал он!» Но они еще сильнее закричали, «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисус обив предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели на него, и начали приветствовать его, «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему, когда же насмеялись над ним, сняли с него багреницу, одели его в собственные одежды его, и повели его, чтобы распять его, и заставили проходящего некоего кириньянина Симона, отца Александрова Еруфова, идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофу, что значит лобное место, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял, распявшие его, делили одежды его, бросая жребий, кому что взять, был час третий, и распяли его, и была надпись вины его, царь иудейский, с ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его, и сбылось слово писания, и к злодеям причтен, проходящие злословили его, кивая головами своими, и говоря, разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста. Подобные первосвященники с книжниками насмехаясь, говорили друг другу, других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем. И распятаясь с ним, поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом Элои, Элои, лама совахфани, что значит Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые стоявших тут, услышав, говорили Вот, Илью зовет. А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря, постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его. Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив испустил дух, сказал, «Истинно, человек сей был сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели и издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария мать Иакова меньшего, и Иосифа, и Соломея. Некоторые тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Аримафея, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и призвал Сотника спросил «Давно ли умер?» и узнав от Сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницей и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалив камень к двери гроба. Мария же, Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Евангелие от Марка 16 глава По прошествии субботы Мария, Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» и взглянув видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина распятого, он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее, там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой знал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение, и те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего, не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения, и именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносные выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одеснуя Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.